добрый день с вами снова я марина морок это давно и не снимала сегодня суббота по 8 февраля если я не ошибаюсь я опять у себя дома опять тут какое-то ехо тут надо коврики чтобы повесить в общем я в таком вот виде вышла я из душа впервые я уже скоропостижно болею пятый день вот впервые за дни я более-менее нормально помылась тут еще прошлые выходные руслан хорошо очень все разобрал он сделал как мог кладовку балкона нет но тут есть большая кладовка с дверью вот она очень глубокая вот и он там установил из вот этого материала которым пол выравнивали вот они эти вот этих вот пытки кстати материал универсальный из него можно строить всякие временные домики сарайчики там для животных загонщики курятники там крольчатники всякие можно из него строить ну не знаю кролики может его погрызут но курятники тоже точно можно не знаю будки собачьи в общем также он подходит для выравнивания полов для создания полок в кладовках тут можно заносно оставить но я особо трогать и здесь не собираюсь и в общем тут очень много барахла и но не просто барахла много нужных вещей вот этот набрал это кофемолка просто мне некогда и пользоваться это он вешалка для одежды шмотки мои летние рубашки белые там всякие я их сейчас пока не ношу потому что сейчас холодно но потом я их буду носить очень много моей обуви летний там всяких туфель комп и ну ком еще один системник серверный в общем очень очень много всего лежит поэтому вот в этой кладовки конечно в идеале надо было покупать систему хранения ее монтировать устанавливать но у меня блин на это средства нет особо в общем мне тут пишут вот где ремонт где ремонт ремонт приостановился к сожалению на этом потому что исчерпались денежные средства к сожалению исчерпались закуплены были материалы декоративная штукатурка но в виду ужас ужасающий просто кривизны стен вот какой-то ноздреватость их прям на эти стены нельзя наносить штукатурку тут нужна еще подготовка тут надо что-то как-то это выравнивать вот это все вот я поняла что своими силами я это не сделаю это надо кого-то нанимать как-то по маякам тут штукатурить все вот это нужно бригаду какую-то строительную нанимать это им нужно платить а финансы спели романсы потому что во первых пол января были праздники соответственно большой зарплаты за январь никто не обещает плюс еще и доходы с ютуба блин я с мокрой головой доходы с ютуба тоже оказались очень скромными потому что опять же январские праздники видимо люди куда-то уезжали на эти праздники вот как я выгляжу им особо или проводили время там с семьей вот так выглядит санузел голубой унитазик в общем смотрите какие стены кривые то есть просто вот так вот взять и сразу декоративной штукатуркой а штукатурить эти стены не получится то есть их нужно еще дополнительно выравнивать там как-то вот эти вот какие-то ошметки вот эти вот как-то нужно дополнительно снимать это в общем я говорю это нужно еще раз вызывать какую-то нанимать бригаду кто бы это сделал и мне сказали вообще озвучили сумму что такой самый-самый очень скромный ремонт без штукатурки а именно там с поклейкой обоев и по-моему я не знаю учтена ли установка дверей по-моему без дверей даже самый такой более-менее ремонт без дверей без батарей без проводки будет стоить 200 тысяч рублей это скромный ремонт это если вы собираетесь эту квартиру сдавать потом к сожалению у меня есть только 20 тысяч рублей и то мне на них как-то надо жить поэтому к сожалению я что-то поняла что покупая это жилье я немножко не подрасчитала силы средства во первых я думала что как-то мы с русланом вдвоем накинемся и как-то быстренько все сделаем бужениного нам удалось своими силами как-то быстро все сделать но во первых мы были моложе и сил было больше и как-то все-таки там панель в панели стены были и там дом 89 года постройки то есть намного новее в общем там и коммуникации были более менее приличные хотя там трубы заменили но просто для красоты то есть там в принципе и плита была приличная коммуникации были приличные ну тоже там сантехнику поменяли но тоже только ради эстетики но там пришлось менять всю проводку потому что проводка там сгорела а тут почему-то проводка живая несмотря на то что дом очень старый щиток вообще древний как говно мамонта а проводка живая проводка тянет ну во всяком случае компьютер но я еще не включала ни разу кондиционер я не включала кондиционер и обогреватель потому что я боюсь если я включу обогреватели и кондей то может проводка накрыться а вот просто компьютер холодильник микроволновку электрочайник проводка тянет я даже еще у меня были опасения большие когда окна монтировали это перфоратором когда работали я думала как бы там блин это в процессе монтажа не полетела проводка ну проводка нормально выдержала все это сейчас поставлю себе кофейку в общем ну вот вот то все на вот этом вот этапе ремонт приостанавливается тут руслан по как мог поштукатурил стены я понимаю что он один просто так как он работает он может это делать только по выходным с учетом того что мы с ним прекращаем как бы интимное отношение то есть мы уже прекратили месяц то есть мы уже вместе не ночуем то есть он это делает только когда меня нет дома у него ключ есть вот у него просто нету времени особо этим заниматься так как он работает но я так понимаю что и желание тоже особо нет потому что как бы мы это мы как бы расстались по той простой причине что какие-то очень сомнительные перспективы в отношениях лично у меня сейчас я себе поставлю кофейку и пойду дальше с вами беседовать поэтому я думаю вот фу-фу-фу вот ремонт не сделали ну блин вот я говорю ну вот ну нету у меня 200 тысяч вот так вот а тут на самом деле тут не 200 а тут все 300 а если еще проводка то все 400 то есть поэтому я говорю 200000 это только вот обои и я не знаю что еще там штукатурка на кухне и что там еще в эти 200000 входит но это как-то мало вот ну вернее тут чтобы сделать именно нормальный ремонт то есть нормальные двери нормальные потолки вот это будет уже не 200000 а все 400 вот поэтому я вообще умной овладели какие-то сомнения правила правильно ли я сделала что купила квартиру с одной стороны с другой стороны квартира продавалась по цене машины как бы полторы тысячи она ну полтора миллиона она стоила на момент покупки то есть и я думаю что в любом случае квартиру в городе будет продать проще легче чем в селе потому что ну все таки хотя в селе там и есть большой завод где я работаю по сей день все равно в городе работы больше и люди больше хотят жить в городе потому что тут есть инфраструктура тут он есть детский садик прям совсем рядом то есть люди которые планируют детей как-то рожать заводить им очень удобно можно посмотреть что ребенок делает как он там дошел не дошел тут еще дальше есть школа с другой стороны есть поликлиника ресторан там магазинов дофига рядом рядом остановка маршрутки там 15 минут пройти железнодорожная станция 25 минут пройти станция ходькова еще тут автобус останавливается 388 еще тут монастырь вот этот большой ходьковский то есть тут в принципе много всяких интересных объектов конечно и тут наверное более заинтересует в случае там продажи более заинтересует наверное людей а вот сдать конечно в аренду вряд ли это все получится в таком виде в общем я как-то поняла что ну немножко и да я как бы не под рассчитала чуток ну и тут я говорю есть вариант какой либо я попробую еще поработать и подкопить денег может быть у меня получится а может быть и нет потому что в последнее время я часто болею потому что приходится рано вставать то что далеко приходится идти я и худею и болею вот и я понимаю что как-то тяжело становится тяжко весьма возможно я не знаю если я приостановлю ну перестану работать то ну хватит у тебя там блин у тебя есть вода давай блин у тебя вода есть если я перестану работать то у меня не на что будет делать ремонт потому что моих доходов будет хватать только на вложение там на еду а если я буду работать то я все равно постоянно болею и как бы получается что так особо то я ничего и не зарабатываю даже постоянные больничные вся фигня вот такие вот дела сейчас кофейку себе сделаю и буду с вами дальше общаться так кофе есть продолжим 16 часов суббота 8 февраля с вами Марина Морлок я чуть свой фирменный жест не забыла в общем что я хочу сказать любят и меня и вообще вот в России женщин очень любят упрекать в безделье и я вот хотела поговорить на эту тему конечно может быть я постараюсь но тем не менее вот обратила я на это внимание и еще я пшикнусь я комитом я даже два дня не снимала даже три дня я не могла снимать из-за болезни в общем что-то вообще давно не снимала но это ладно в общем вот я вот стала раздумать а почему у нас так любят сильно короче говоря обвинять женщин в безделье навешивать на них какие-то непонятные долги неоплатные постоянно у нас любят внушать что женщина прям должна кому-то что-то как будто она должна что-то там отрабатывать если она вышла замуж что она должна готовить убирать хотя она при этом может быть и работает вот если не вышла замуж что она какая-то дефектная раз ее никто не взял ну в общем и так далее вот откуда вот это вот все берется я короче говоря стала раздумывать размышлять над этим и я вот подумала что так короче говоря исторически сложилось что изначально женщина по природе своей слабее мужчин вот и соответственно мужчины выполняли более сложную опасную работу которая требовала больших физических усилий а раньше короче говоря работа была в основном с вами тяжелая связанная с тяжелым физическим трудом и трудились соответственно в основном своем мужчины так как женщины были либо беременные либо заняты уходом за детьми либо заняты женской такой более легкой работой в общем произошло еще намного раньше разделение труда на мужскую работу и женскую и женская была более легкой по сравнению с мужской и менее опасной мужчины работали в поле мужчины работали лесорубами мужчины работали на шахтах ну раньше кстати женщины тоже на шахтах но в общем мужчины выполняли в России более тяжелую работу чем женщины и соответственно они как бы были более лучшими работниками работниками которые чей труд приносил больший доход потому что чтобы раньше заработать это нужно было или пахать землю и выращивать зерно или нужно было хорошо охотиться или работать где-то в шахте в каменоломнях на лесозаготовках то есть работать где-то доход приносила только тяжелая опасная работа либо участвовать в военных каких-то боевых действиях вот а так как женщины такую тяжелую и опасную работу в большинстве выполнить не могли потому что у них то беременность то дети то кормление тяжелую работу выполняли мужчины и соответственно мужчины грубо говоря более ценились чем работники вот поэтому еще по этой причине исторически сложилось таким образом что девушки молодые уходили когда выходили замуж они уходили из своей родительской семьи в семью своего мужа вот изначально это было продумано это еще было в древние времена так короче сложилась такая традиция что девушки молодые уходили жить в семью мужа я так думаю что это было продумано для того чтобы не было кровосмесительных отношений чтобы не было отношений с какими-то близкими родственниками там братьями дядями вот и чтобы не было такого соблазна вступить в кровосмесительные отношения был такой такая как бы установлена традиция что девушка уходит из родительской семьи жить в семью мужа тем более я говорю мужчины были более выгодными работниками и отпускать такого работника как мужчину из семьи и своей семьи в чужую никто конечно не хотел девушку отпустить было проще но опять же отпустить девушку в чужую семью с пустыми руками как будто как-то было не боже не принято ведь она как дочь тоже имела право на какое-то имущество а имущество ну раньше мы что было такое не индивидуальное владение имуществом общинное семейное то есть имущество делилась на семью и соответственно родительская семья девушки должна была выделить из общего имущества ей какую-то долю в качестве приданного чтобы она не приходила в чужую семью вообще с пустыми руками тоже она должна была что-то принести поэтому еще было принято для дочери готовить приданное чтобы ей было проще выйти замуж потому что если у него была хорошая приданная она могла рассчитывать на более богатого жениха и на лучшее отношение новой семье вот исходя из этого кстати до сих пор так во многих странах там в индии например там в некоторых мусульманских странах принято чтобы приданное было у девушки вот а жених кстати должен был подготовить выкуп за невесту у славян и мусульман тоже вот то есть делаю родители девушки и сама девушка подготавливали приданное какое-то имущество там ну как правило то и одежда и всякие так скажем домашний текстиль посуда плюс это могла быть какая-то мебель это мог быть даже какой-то скот там овцы козы куры то есть ну и в общем в общей сложности это была определенная доля которая уносилась из родительского дома в дом мужа со стороны жениха соответственно жених должен был выплатить как бы сказать выкуп за невесту до сих пор вот этот вот выкуп часто часто является одной из традиционных таких мероприятий на свадьбе типа выкуп сейчас это все не серьезно сейчас используют для этого всякие банкноты из банка приколов не знаю какие-то конфеты шоколадки бутылки шампанским ну то есть сейчас это чисто символическое действие которое собственно нацелено на то чтобы развлечь как-то гостей и чтобы было чем заняться вообще на свадьбе а раньше выкуп действительно это был серьезный выкуп то есть его платили там деньгами или тоже там по каким-то скотом зерном то есть какими-то может быть ценными вещами то есть выкуп был значительной частью который который собирал жених и семья жениха и это должно было как-то компенсировать во первых расходы на свадьбу и расходы на приданное потому что как бы семье жениха доставалась работница и плюс еще приданное вот и чтобы как-то компенсировать эти расходы семье невесты как правило жених тоже платил выкуп но он часто шел тоже оставался как имущество для новой семьи как такой стартовый какой-то капитал имущественный скажем так зачем это все рассказываю исходя вот и исходя из всех этих традиций которые веками сложились изначально для того чтобы обеспечить новой молодой семье какие-то минимальные условия то есть хотя бы молодой семьи были какие-то вещи личные чтобы они могли как-то жить там чтобы они там не на голом полу спали а чтобы у них хоть что-то было в общем изначально сложившиеся вот эти традиции они сделали рождение девочки в семье очень невыгодным для родителей то есть если рождался мальчик то как правило очень сильно радовались этому событию потому что это будущий работник будущий воин будущий кормили с будущий защитник а если рождалась девочка ее нужно было воспитать вырастить обучить ее нужно было обучать лечить кормить вырастить собрать еще приданное желательно неплохое там не хуже чем у других и выдать ее замуж и получается все вот эти вот труды они уходили на чужую сторону то есть если мальчик подрастал становился парнем если он был здоровый сильный мог привести домой невесту с приданным то есть он как бы приводил домой работницу плюс еще к тому же у нее могло быть какое-то приданное которое тоже шло как бы в имущество будущей семьи то рождение сыновей было естественно экономически более выгодным чем рождение дочерей потому что дочь нужно было выучить воспитать собрать ей приданное и отправить грубо говоря в другую семью отпустить от себя вот и по этой причине сформировалась такое вот отношение вот в россии лично и во многих исламских странах такое отношение к женщине вот девушки женщине что она вот кому-то должна это игру пошло вот из тех времен потому что как бы девушка должна была свою приданное подготовить плюс еще она старалась как бы хорошо работать в доме родителей чтобы окупить и свое существование и чтобы ее более удачно выдали замуж то есть девушка должна была хорошо работать в доме родителей а потом когда она приходила в семью мужа то там тоже она должна была очень хорошо работать потому что семья мужа тоже как бы на нее потратилась заплатила выкуп за нее и там она тоже должна была как бы очень хорошо работать чтобы хоть какое-то более-менее нормальное место социуме занять вот оттуда и пошло потому что все равно как бы хорошо не работала женщина работа мужчин все равно было тяжелее и больше ценилось чем женская вот увы к сожалению от игру заработать денег чаще всего могли только мужчины потому что это работа которая оплачивалась она была тяжелая наш вот эта легкая промышленность но это не особо ценилось что я хочу сказать вот я говорю из этих вот дремучих времен пошли установки то что женщина кому-то что-то должна вот она что-то там должна умеет там и готовить должна уметь и убирать и вот все она вот что-то как-то как будто она должна что-то там отработать раньше да действительно женщина должна была в родительском доме она должна была отработать свое приданное грубо говоря, а потом в доме мужа она должна была тоже отработать, отрабатывать выкуп и еще зарабатывать себе, так скажем, авторитет на будущее. Вот, показывая, какая она хорошая хозяйка, что она может потом после свекрови унаследовать имущество. Ну, сын, когда после отца унаследует имущество, она станет тоже хозяйкой, как бы. Вот. И действительно так и происходило в будущем, там со временем свекровь старела, дряхлела, а женщина, если удавалось родить нормальных, здоровых сыновей, она приобретала уже определенный авторитет. Потом, когда сыновья женились и приводили в дом невесток, уже сама вот эта женщина, которая раньше была невесткой, становилась свекровью и могла уже, так скажем, отрываться на невестках. То есть, была такая вот иерархия специфическая в семье. Сейчас уже это неактуально, уже нет такой иерархии, уже сейчас женщины одинаково с мужчинами обучаются, работают многие в офисах как женщины, так и мужчины. Не, ну, конечно, есть совершенно, как там, многие замечают, а вот асфальт кладут, а вот в шахтах работают, да, и кладут асфальт мужчины, и в шахтах работают мужчины, но много очень профессий, например, там та же самая бухгалтерия, экономика, юриспруденция, тот же самый, все, что связано с компьютерами, то есть, этим могут заниматься и женщины, и женщины либо зарабатывают примерно одинаково с мужчинами, либо, может быть, зарабатывают чуть меньше, но женщины, как бы, и потребляют тоже меньше, то есть, они, как бы, меньше едят, вот, если без детей, скажем так. В общем, вот это вот сейчас система, вот это вот разделение работы на мужскую и женскую, разделение, там, какого-то труда, и вот это вот, короче, каких-то вот этих вот навязываний женщине каких-то там обязанностей, там, относительно стирки, готовки, уборки, это все уже стало неактуальным на самом деле, но по факту у нас все равно очень любят как-то женщин простежать, простежать, я просто читаю каменты, мне очень любят писать, что у меня все ужасно, кошмарно и так далее, хотя, я говорю, вот просто я объясняю, что раньше, да, женщина должна была что-то там, кому-то там отрабатывать, сейчас уже не должна, но все равно у нас в мозгах нашего населения все равно засела вот эта вот деструктивная программа, что женщина...